Всем привет! Смотрите на нашем канале самые интересные новости телепроекта Дом-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Ссылку смотрите ниже, в описании к видео. Начнем с событий на Сейшелах. Татьяна Владимировна рассказывает, что Оля, Рапунцель и Дима Дмитриенко заселились вместе, и они снова пара. Саша Гозиас переехала к Косте, он добился своего, а что будет дальше, никто не знает. Костя пишет в своем блоге. Провел отличный день с Александрой Гозиас. Я наслаждаюсь общением с этой девчулечкой. И Саша Гозиас пишет о своих впечатлениях от нового формата общения с Костей. Сейчас я наслаждаюсь этим прикольным мужичком. Думаю, между нами все-таки что-то есть. На остров приезжали туристы. Они поклонники Дома-2 и сидели вместе с участниками на Лобном. В острове Тян теперь такой бизнес. Они приглашают желающих пообедать, поужинать в компании с любимым участником. Это стоит очень дорого, но цель оправдывает средства, пишет Марина Африкантова. Руслана Мишина сообщает, что Коля Должанский не держит мужское слово. Он пообещал не пить, и вот, пожалуйста, пьет уже вторые сутки. А пьяный Колян себя не контролирует. Он может и ударить Руслану, начинает ее оскорблять. Поэтому она переехала в женскую спальню, и теперь она свободная девушка. Николас Карапанайотидис очень сильно расстраивается, буквально плачет из-за того, что Маша Чужакова его отвергает и принимает ухаживание от других парней. От Феди Стрелкова, новенького Дениса и от Алекса Голустяна. Он даже чуть было не подрался с парнями, потому что не может видеть Машу в объятиях других. Ребята говорят, что да, Николас груб, жесток в отношениях с девушками, но он может измениться. Что он реально влюбился в Марии, он стал добрее и ласковее, в душе он романтик. Николас написал Марии стихи. «Давай, как будто первый раз тебя увидел я, и сердце мое бешено стучало. Давай забудем эти ссоры, из чистого листа все с тобой начнем сначала». Лиза Шароха и Катя Гужвинская устроили небольшой скандал. Казалось бы, что они делят Вову Гаути, но, скорее всего, на самом деле это просто накопившиеся обиды Кати и Лизы, и они умещают их друг на дружке. Они кидались продуктами на кухне и устроили настоящий свинарник. Саша Харитонова бросила Тимура Гарафуддинова. Она говорит, что он повел себя как не мужик. Саша помирилась и объединилась с Кристиной Алисковец, и теперь они будут вместе дружить против Тимура. А теперь немного о бывших участниках проекта. Ольга Васильевна рассказала, что у нее состоялся телефонный разговор с Женей Кузиным, и они обсуждали бывшую жену Кузина Риту Марсо. Якобы ее дочка Белла не от мужа Павла, а от бывшего участника проекта Виктора Хорикова. Так что теперь Кузину не избежать разборок с Ритой, с Павлом и с Ириной Александровной. Олег Бурханов теперь работает в сетевой пирамиде вместе с Гобозовыми и тоже теперь продает коктейли для похудения. Звезды Дома 2 Элина Камерен и Женя Гусева участвовали в фэшн-показе. Вот таким образом судьба свела вместе любимых дам Саши Задойнова. Либерж к подону снялась в ремейке известного фильма «Не говорит какого» вместе с мужем Наташи Королевой Сергеем Глушко, который известен как Тарзан. В интернете ходил слух, что Маша Бухун и Илья Кратков расстались, но на самом деле это не так. Просто Кратков вернулся в Москву, они вместе с Задовым гуляют по московским клубам, а Маша осталась в Таиланде. Илья пишет «Я Машу не терял, скоро вернусь к ней обратно». На этом все, спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на ютубе и на публичную страницу ВКонтакте. Ссылка есть в описании к видео. Всего вам доброго!